Привет, друзья, подписчики и гости моего канала! Прежде чем начать это видео, хочу поздравить вас со всеми прошедшими праздниками, с Новым Годом, со Старым Новым Годом, с Рождеством, ну и со всеми праздниками, которые у вас были. Сегодня я хочу поделиться с вами одной интересной идеей, которая, я думаю, будет очень полезна для тех, в первую очередь для тех людей, которые непосредственно копают. Копают очень долго, и за эти долгие годы у вас накопилось очень много копанин, различного материала, в том числе большое количество монет. К большому сожалению, большая часть монет, которые мы находим, находятся в очень плохом, не нумизматическом состоянии, которые у нас лежат, пылятся на полках, и с годами все копится и копится. Таких монет у меня тоже очень много. Вот я обычно делаю как, у меня, видите, за каждый сезон, ну в каждом сезоне я такую баночку подписываю, и вот, за сезон она наполняется. Ну в этом году не очень много, это еще не все монеты были, Боратос, они там у меня отдельно. Ну в каждом году у меня, вот видите, за 19-й год, да, тоже монеты есть. Давайте откроем. За 19-й год монеты есть. Вот, и, ну помимо этого, и куча разного шмурдяка, вот видите, это тоже, вот это за 2020 год. Вот, всего-всего. Ну и вот, таких монет с годами очень, накапливается очень много. Вот это вот тоже за прошедший год, видите, сколько много у меня их накопилось. Вот это, по-моему, еще за какой-то там 18-й год остатки. Кое-что, конечно, продается, но в большей части, вот, такой вот материал остается и пылится на полках. Можно, конечно, все эти, всю эту медь и разную мелочевку продать на цвет, нет, но лично мне, у меня рука не поднимается, потому что мне, в принципе, как бы жалко, жалко свой труд, потому что все эти монеты мне достались, как говорится, кровью и потом, расходами, большими затратами. И у меня возник, как, наверное, думаю, у вас такой вопрос, что со всем этим богатством, что со всеми этими сокровищами делать, вот. В интернете полно разных задумок и идей, как эти монетки используют. Кто-то делает такие декоративные панно, обклеивают картонку в рамочке и делают там такую красивую экспозицию. Кто-то делает дерево счастья, вот это монетное, вот. Если я видел варианты, делают просто вот такую вот имитацию клада, тоже вот такое вот панно, которое можно повесить на стену. Друзья, сегодня я хочу показать свой вариант, который я придумал, куда можно использовать вот эти разные монеты, которые, например, в принципе, уже не нумизматическая монета. Вот видите, с этой стороны она вся затертая, с этой, вот видите, еле-еле просматривается профиль. Но это по моим меркам, да и по меркам любого нумизмата, это уже монетка Трупик, как ее называют. Как Алик, Трупик, как кому угодно, вот. Сегодня я вам покажу, как сделать очень красивый и оригинальный подарок, который не только украсит вашу квартиру и будет хорошим таким предметом интерьера, который будет подчеркивать ваше хобби, и друзья будут смотреть и удивляться. Ну и будет отличным подарком. Вы можете такой подарок подарить своим друзьям, близким, и это будет эксклюзивный подарок, подарок от кладоискателя, который будет конкретно подчеркивать ваше кладоискательское хобби. Вот, надеюсь, вам понравится. Вот, не знаю, лично я уже сделал много таких вот сувениров, раздарил их, люди нравятся, люди удивляются. Так, что еще хотелось бы добавить? Это то, что для тех, кто не копает, не расстраивайтесь. Такие монетки вы всегда убитые, никому не нужные. Вы можете всегда найти на каких-то там рыночных развалах, барахолках, люди их продают кучами. Кому понравится эта идея, то без проблем вы их приобретете. Ну и попробуйте, сделайте. Помимо хорошего подарка, вот такой сувенир может быть послужить вам и таким дополнительным заработком, потому что если поставить это дело на поток, монетки эти без проблем всегда можно приобрести, и сопутствующий материал тоже всегда в свободном доступе. Вот, через интернет-площадки, там разные аукционы, вы можете продавать эти сувениры и дополнительный заработок вам обеспечен. Вот, я уже пару раз попытался, пару штук продал. Вот, просто это не моя тема, поэтому я хочу с вами поделиться. У меня есть более важные, интересные дела. Вот, поэтому я с вами и делюсь. Ну что, приступим. Давайте я вам покажу, что для этого вам надо. Ну и смотрите и мотайте, как говорится, на ус. И так, что нам для этого надо? Первое. Нам первым делом нужны вот эти все монетки, которые затерты. Я выбрал такие, которые... Одна сторона читаем, а вот видите, вторая уже вот такая вся. Вот я ее почистил, видите, ничего с меня не стало. И таких монет здесь у меня мононо, вот видите. Тоже вот здесь вот Станислав Август Понятовский смотрится как-то. А эта сторона вот уже вся зализанная. В общем, я тут выбрал. Более-менее подобрал. Вот. Ну, первым делом, вот монетки. Раз. Дальше. Нам понадобится бутылка. Бутылка любая, это не реклама. Это просто вот квадратная бутылка. Овальная может подойти. Круглые вот эти обычные, как отводки. Нет, эти не подходят. Именно, чтобы сувенир смотрелся хорошо, надо, чтобы она была вот такой или овальной, или квадратной формы. Вот. Бутылка. Далее. Нам понадобится двухсторонний скотч. Вот. Это уже мое ноу-хау, которое я тут доработал. И вот он нам нужен будет. Я тут использую два варианта. Один матерчатый, то есть он такой на ткани восьмой, но он немножко такой, сложно с ним работать. И второй вот обычный. Так, скотч. Следующее, что нам понадобится, это вот такой вот материал. Называется он, видите, фоамиран. Толщина обязательно 1 мм. Цвет может любой быть. Вот. Продается он на Алиэкспрессе, но можно его приобрести и в любом магазине, где для рукоделия что-то продается. Он используется, из него изготавливаются всякие там цветы, розочки, всякие там сувенирки, всякие куколки. В общем, для поделок. Вот он тоже нам понадобится. Вот сюда. Один-два тюбика суперклея. Можно момент, можно такой вот. Ну, момент. В любом случае, вот подойдет любой клей момент. Клей момент. Дальше нам понадобится еще матовая акриловая краска. Или матовая, может быть, может быть, черная, по стеклу. В общем, вот такая вот акриловая краска. Тоже она продается в магазинах для художников, для рукоделия. Вот для стекла и керамики. Потом обязательно должна быть золотой олимпик. Потом обязательно должен быть тут, я не знаю, бронза. Ну, уже сами подберете. Ну, и тут для разнообразия. У меня металлик. Вот такая вот тоже акриловая краска для стекла, для рукоделия. Вот. Тоже, я думаю, без проблем вы это все дело найдете. Следующие кисточки. Кисточки. Одна должна обязательно вот такая быть плоская. Вот какая-то, да. И... Это синтетика все у меня идет. И желательно, чтобы она была такая мягенькая, не жесткая. Потом вот жесткая одна и простая кисть. Ну, у меня их тут несколько. Вот таких вот кисточек. Нам понадобится горох. Горох. Немного его нужно всего лишь. Ну, я думаю, есть проблема, вы его купите в любом магазине. Горох. Ставим вот сюда. Ну, это уже, как говорится, на любителя. Но я вам тоже этот вариант покажу. Две темперные краски. Одна. Ну, три нужно будет. Титан белая. Кобальт синий. И еще там, по-моему, у меня идет этот зеленый. Зеленый, не знаю, как это называть. Малахит. Дальше кусочки наждачки. Ножик. Ну, и перчатка вот у меня уже такая, видите, немножко грязная. Это для того, чтобы не вымазаться. Ну, в общем-то, и все. Сейчас я переключусь на другую камеру и приступим. Ну что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok Опа! свежеиспеченный пирожок вот такая вот бутылочка получилась пишите в комментах нравится ли не нравится эта идея вот, для вас старался как говорится что хотел от себя еще добавить от себя еще хотел добавить что если вы будете вот лессировать, ну это по технике вот уже финишную эту покраску бронзянкой и вдруг где-то накосячили, чересчур сильно вы там добавили очень много не расстраивайтесь, берете просто акриловую черную краску подкрасили, просохла и потом заново можете исправить вот ну а так вот в принципе что еще, что еще, а не забывайте вот на граних больше блеска давать, потому что сами понимаете если так представить, что это была действительно такая бронзовая бутылка, то края больше шлифуются все время берутся и поэтому на них должно больше блеска и это придаст вам более такую реалистичность для таких вот бутылочек, которые как бы имитируют что она такая вся кованая в стиле постпанк и вся уже такая заржавела окислилась вот как я уже говорил таких вот эту идею саму с этой бутылкой я посмотрел в ютюбе там много этих вариантов но там в основном делают как там берут круглые бутылки на них наклеивают замочек такой вот этот на собачке и вклеивают туда современные монеты я подумал, почему бы не использовать старинные монеты особенно те, которые уже как говорится, все ничего из них не выйдет не продать, ничего в общем они идут только в цвет мед и то по такой цене, что жалко отдавать а тут видите, тут получается монеты вторую жизнь начинают вот, я еще тоже до этого еще у меня осталась одна бутылочка сделал может быть такой вариант видите, кому как понравится в принципе вот такую бутылку можно не только как сувенир она вот пробка открывается вот ну не буду откручивать а, да, она откручивается и использовать как флягу то есть подарить флягу кладоискателя какому своим там друзьям вот тоже хороший вариант ну так вот я дополнил вот эти монетки приклеивать еще я посмотрел, когда они там советуют вот этот весь процесс обклейки перед тем, чтобы вот этот материал забыл, как он называется вот, который имитирует это все приклеить надо подготовить грунт на эту бутылку грунт делают такое чтобы сцепка была хорошая с клеем клеят, вначале проклеивают всю бутылку клеем ПВА вот и потом начинают обклеивать это салфетками честно сказать это такое муторное дело я вначале, когда начал пробовать блин, у меня все пальцы в этом клее тут тоже эта салфетка рвется в общем, получается надо долго ждать пока высохнет в общем, такая ерунда получается и вот мой личный апгрейд вот, как говорится лайфхак лайфхак как правильно я, блин, взял подумал почему бы не использовать двухсторонний скотч я взял двухсторонним скотчем обклеил и потом на это не надо ни клея ничего использовать чудненько очень прекрасно клеится вот этот сам весь материальчик сверху единственное монеты желательно, конечно на суперклей приклеить чтобы они по-жестче а так вот все отлично держится и без проблем так что вот такие вот сувениры можно делать напишите в комментах мне очень будет интересно кто попробует кому интересно было такую бутылочку сделать вот пробуйте не бойтесь я думаю обязательно получится у вас у меня тоже первый блин получился комом пока я там немножко руку, как говорится набил а так вот вот такая бутылочка и как я говорил они неплохо продавались я так уже наверное штучки 3-4 продал просто некогда мне этим делом заниматься да и много времени отнимает это надо чисто этим и заниматься у меня других дел полно а так большую часть этих бутылок у меня разошлись как подарки для друзей и они были приятно удивлены я тут еще видите доработал такой вариант тут можно приклеить вот такую ленточку здесь я хотел Гродно писать можно было там металлист всякие там варианты можно использовать и здесь смотрите вот эту клепку так называемую не клетьте вот на крае ленточки это я тут немножко накосячил клетьте вот сюда рядышком на перегиб кто захочет такую ленточку делать так будет смотреться более красивее ну вы поняли да я тут приклеил с края надо чтобы было приклеено вот сюда тогда будет смотреться лучше ну и вот вот такие вот бутылочки надеюсь вам видео понравилось в конце видео я добавлю еще остальные свои более ранние бутылки фотки которые уже ушли которых нету которые ушли в народ в друзья и там кое-что продалось вот кто хочет посмотреть разные варианты то смотрите видео до конца дети катаются на санках вот если хотите давайте покажу вот видите горка у нас такая и там дети катаются новый год у них наконец-то наступил видите со всех дворов собралась толпа вот и вот с этой горки такая большая вон видите на этой ватрушке поехал и метров пятьдесят я сам оттуда порой раскатался ну вот такое вот такая у нас сейчас обстановочка вот вот так что у кого тоже вот зима не сезон я думаю у вас будет чем это зимними и холодными вечерами заняться а я с вами прощаюсь до новых встреч берегите себя не болейте всем удачи и пока удачусь удачусь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok